Еще свет можно выключить? Субтитры создавал DimaTorzok Вы величественный вид, не так ли? Господин Вебер, следуйте за мной, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Присаживайтесь, господин Вебер, прошу вас. Присаживайтесь, господин Вебер, прошу вас. Нет, я не Бог. Я лишь проверяю, что будет с вами дальше. Что вы имеете в виду? Вы уже видели там снаружи две двери. Одна из них откроется для вас. Мы лишь должны выяснить, где вы будете проводить вечность. Вне всяких сомнений в той чудесной стране я не хотел бы попасть в ту бездну. Так говорят все, попадающие сюда. Но для меня это будет без проблем. Я крещеный. Регулярно плачу налог для церкви. Иногда жертвую на доброе дело. Кроме того, я всегда стараюсь вести благопристойную жизнь. То есть старался вести. Но вы понимаете. Я жил по принципу, поступай правильно и никого не стыдить. Поэтому вы и здесь, господин Вебер. Посмотрим, что из этого получится. Что же мне нужно сделать, чтобы туда попасть? Вам необходимо 6 тысяч пунктов. 6 тысяч пунктов? Ага. А как их получить? Ну, например, через добрые дела, безгрешную жизнь, добрую мораль. Вы же знаете. Да, конечно. Именно такой и была моя жизнь. Я неплохой человек. В конце концов, вы и сами здесь наверху должны это знать. За всю свою жизнь я никого не убил. Никогда не воровал. Старался быть дружелюбным ко всем людям. Регулярно ходил в церковь. Или почти регулярно. Прошу вас, подождите. Мы все отметим по порядку. Чтобы подсчитать пункты. Ах, вот как. Прекрасно. Мне начинать или вы будете задавать вопросы? Да, конечно, начинайте. Да. Это совсем непросто. В конце концов, я не вел книгу о своих добрых поступках. А мы вели. Не беспокойтесь об этом. Да. Итак, начнем с моей жены. Я всегда с ней хорошо обращался. Никогда не бил. В деньгах она тоже не нуждалась. Я тяжело работал, чтобы ее жизнь была люксусом. По 60 часов в неделю. В конце концов, посмотрите на мою дочь. Я вырастил ее весьма приличной и любезной девушкой. Что вы делаете? Один единственный пункт за это? А как же все те ночи, когда она болела? Мы столько за ней ухаживали. Вы же обо всем этом знаете? Насколько я знаю, все те ночи пойдут на счет вашей жены. Об остальном мы поговорим в отдельности. Ладно, идем дальше. Никогда бы не подумал, что здесь так продираются. Моя теща. Моя теща была злым человеком. И все же я был с ней всегда вежлив. Что? Что, только один пункт? Вы знаете, чего мне это стоило? Не знаю. Но вы должны были ее любить. Что? Мою тещу? Да вы просто ее не знали. Если бы сейчас это только кто-то слышал. Ее любить. Да это просто невозможно. Я часто помогал соседям. Момент. Вы имеете в виду господина Карстена? А у нас здесь записано, что вы с ним браждовали в последнее время. Из-за высокого дерева на участке. Да, конечно. Да как с ним можно было мирно жить? Сколько там у меня пунктов? Мне все это уже надоело. 32. Что? 32? Да так мне и больше 50 пунктов не набрать. Вы не честны со мной? Посмотрите на других людей. Я не хуже других. Убийцы, растлители малолетних. Господин Вебер, мы рассматриваем вашу жизнь, а не других. Но хоть за что-то я могу получить больше пунктов? Давайте попробуем с 10 заповедями. Я почти все соблюдал. О, да. Это могло бы дать вам очень много пунктов. Значит так. Начнем с заповеди «Не кради». Я всегда был честным. Возьмите, например, моего брата. Он воровал с самого детства, а я никогда. Как обстоят дела с налогами? Вы всегда были честны? Но ведь это же не воровство. Это все делали. Но если это делают все, то это ведь еще не значит, что это правильно. К сожалению, неуплатой налогов вы обворовывали государство. А как в том случае со страховкой, когда вы... Это тоже воровство? Ах, давайте оставим это. Если уж вы тут такие мелочные, тогда заповедь не произноси ложного свидетельства и вспоминать не надо. Конечно, мне необходимо было там немного соврать. Но я всегда остерегался большой, грязной лжи. Ёлки-палки, да это ведь все делают. Для нас это ничего не меняет. Давайте следующее. Не убей. Здесь я абсолютно уверен, что не приступил эту заповедь. Сколько пунктов будет за это? Сейчас. Сначала посмотрим здесь. Вы помните слова, когда было произнесено решение суда по оправданию вашего соседа? Помните? Вы сказали, я ему шею сверну. Ну, это же так просто говорится. Я же этого не сделал, и вы должны это учесть. А как часто вы подсчитывали, сколько осталось жить вашей тещи с ее болезнью, чтобы получить наследство? Разве вы не говорили с врачом, чтобы он не продлевал ее жизни? Но она умерла обычной смертью. Я не убивал ее, но такое желание было в вашем сердце, господин Вейбер. Как в случае с тещей, так и с соседом. А из-за одного, единственного случая измены жене, я что, тоже не получу ни одного пункта? Несмотря на то, что вам известно, я был верен ей 37 долгих лет. Ведь это была просто одна единственная глупая ошибка. Но я же не тот человек, который мечтает об обнаженных женщинах. Ваши мысли вам хорошо известны. Мои мысли? Да что только человек не представляет в мыслях! Да это же все делают! Проклятие! Я никогда не был негодяем! Я был обычным человеком! Почему вы так педантичны здесь наверху? Господин Вейбер, у нас наверху очень справедливый суд. Сколько раз вы призывали Божью справедливость, чтобы увидеть ее? Вот здесь она и есть. Бог никого не оставил в неведении, что каждый в конце жизни придет на суд. Вы же тоже это слышали, не так ли? Ну да, но я не думал, что я настолько плох, чтобы быть осужденным. Но разве Бог не послал своего сына умереть за грешников? Разве где-то в Библии не говорится, что верующий в Иисуса Христа не придет на суд? Говорится, вижу, вы хорошо осведомлены, но признайтесь честно, вы же никогда в Него не верили. Я никогда не отвергал Его существованию. Хорошо, я скажу иначе. Вы Ему не доверились. Жизнь и смерть Иисуса Христа не имели для вас никакого значения. Вы хотели своими делами попасть на небо. То, что за вашу жизнь Сын Божий уплатил цену, об этом вы и слышать не хотели. Иначе бы вы заметили, что вы являетесь грешниками. Но в своих собственных глазах вы были не таким уж плохим. Ну да, но я даже не помню, чтобы мне кто-то сказал, что здесь наверху так строго. Может, у меня есть хоть какая-то возможность спасти? Я ведь не был хуже других. Все ваши деяния записаны нами в книгах. Можем посчитать пункты. Если наберется шесть тысяч, вы спасетесь. Ах, оставим это. Но одно скажу вам. Вы никакого представления не имеете, какая жизнь там на земле. Когда вообще никто не спасется. Откуда берутся люди, достойные войти сюда? Могу поспорить, они так же этого не заслужили, как и я. Им что, хватило денег заплатить за вход? Вы так и не поняли, что я хотел вам сказать. Эти люди получили пропуск. Это правда. Я так и думал. Но они не платили денег за вход. Никто не мог оплатить пропуск на небо. Лишь один мог оплатить их вход. Карточка на шесть тысяч пунктов раздавалась на земле бесплатно. Тот, кто отложил свою гордость, понимая, что никогда не заработает шесть тысяч пунктов, и принял в подарок этот входной билет, тот и имеет на вечно свободный вход. Но почему мне об этом никто не сказал? Я бы сразу это сделал. Я был неправильно проинформирован. Я думал, нужно просто стараться правильно жить. Вы же знаете мой жизненный принцип. Поступая правильно и никого не стесняется. Я всегда этого держался. Вы же можете подтвердить это в мою защиту? Нет. Нет. Не уходите. Вернитесь. Я хочу посмотреть свою книгу. Не уходите. Я не хочу в это ужасное место. Нет. Нет. Карл, что случилось? Что? Страшный сон приснился? Что ты тут делаешь? Страшный сон? Да. Страшный сон. Это всего лишь сон. Да. Это всего лишь сон. До скорой встречи, господин Вибер. Да. До скорой встречи. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Библия. Послание к римлянам. 3 глава. 23. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Библия. Евангелие от Иоанна. 3 глава. 16 стих.